Здравствуйте, дорогие друзья! Снова я с вами, чтобы осветить важные космические новости. Сразу две планеты Марс и Венера с разницей в три дня меняют знаки и возвращаются каждая к себе домой. Марс будет теперь заниматься своими мужскими, а Венера – истинно женскими делами. Воинственная планета Марс 25 мая переходит из гибких водных рыб в прямолинейный огненный Овен. И будет там весь июнь и до 4 июля. Марс входит в знак своей обители и поэтому теперь будет проявлять свои воинственные рыцарские качества открыто и смело. А Венера, планета любви и красоты, перейдет 28 мая женского воинственного Овна в земной, практичный и надежный женский знак Телец. Венера является хозяйкой этого знака и пробудет у себя дома до 22 июня. В период, когда Венера будет проходить по Тельцу, нам всем так захочется стабильности и комфорта. А это значит, что мы сможем начать налаживать свой быт. Рекомендую в это время делать практичные и нужные покупки для дома и семьи, особенно начиная с 6 июня. А пока нужно немного подождать, чтобы Меркурий вышел из своего еще пока ретроградного движения и начал двигаться прямо. Для бизнеса и финансовых дел с 6 по 22 июня – благоприятное время. В партнерских отношениях будет преобладать стабильность. Могут укрепляться нужные нам отношения, а новые контакты будут завязываться достаточно осмотрительно. Начните в это время больше ухаживать за собой. Посетите парикмахерскую, начните косметические процедуры, а также, конечно, вернитесь к ежедневным упражнениям для красоты и здоровья. В период, когда Венера проходит по тельцу, очень хочется сладкого, усиливается аппетит, поэтому учитывайте эту особенность и не переедайте, скинуть лишние килограммы потом будет сложнее. Нам всем в этот период хочется быть любимыми, чувствовать надежность в завтрашнем дне, и если любви не хватает и нет надежности, мы начинаем удовлетворять эту потребность большим количеством вкусной еды. Итак, две планеты с небольшой разницей в днях войдут в знаки своего гармоничного естественного проявления. Они станут сильнее и ярче проявлять свои качества характера. И теперь поговорим подробнее о планете Марс и влиянии его особого периода в Овне на нашу с вами жизнь. Марс у древних римлян являлся символом кровожадного бога войны, а в Древней Греции его называли Арес. У нас в Украине продолжается война. Каждый день гибнут мирные люди. Иногда кажется, что это страшный сон, и трудно представить себе, как такая жестокость и варварство может происходить в 21 веке. И тем не менее, это наша реальность. Когда Марс меняет знак Зодиака, это всегда верный знак на небесах, что в происходящей войне будет меняться стратегия. Марс — это сила, с помощью которой реализуются планы. В Огненном Овне эта планета лучше всего проявляет свой напор, активность, настойчивость и целеустремленность. Действия теперь будут более быстрыми, даже стремительными. Марс в Овне от самой малой искры может раздуть настоящий пожар. Марс в худшем своем проявлении, как коварный завоеватель, может быть в этот период чрезвычайно агрессивен и жесток. Он видит цель и не видит препятствий. И из-за упрямого тупого руководства может бестолково проливать еще много крови. В лучшем своем проявлении Марс, как защитник и освободитель, может проявлять невероятную смелость, конструктивный напор, с помощью которого освобождение своих территорий будет достигаться более быстро и успешно. Марс в Овне не ждет, а открыто и отчаянно действует. Правда, рывками, с небольшими перерывами, но очень упорно и смело идет только вперед, наступает и освобождает. В период с 25 мая по 5 июля прогнозируется очень жесткая борьба. Как будет проходить эта борьба, мы сможем увидеть это в аспектрах Марса и знака Овен к другим планетам на небесах. И это общие тенденции для всех людей. 25 мая, в 2 часа 18 минут ночи по украинскому времени, Марс войдет в первый градус Овна. Интересно, что заходит он к себе домой в сопровождении Луны, а ждет его там Большой Юпитер. В период 25, 26 и 27 мая до 9.20 утра в знаке Овна окажется сразу 5 планет. Энергетический перевес будет очевиден, и его воинственные качества могут проявляться в эти дни со всей интенсивностью. Будем к этому готовы. Давайте посмотрим, как момент перехода Марса в первый градус Овна отражается на географической карте. И мы видим, что линии планет Марса, Луны и Юпитера, а также Нептуна, проходят через восточную часть Украины. Через Донецкую и Луганскую область, через наш Мариуполь. Линия Марса идет от Мариуполя и вверх к самой Москве, откуда из Кремля идут все беды для Украины. Обрат ко врагам придет обязательно, и за все им придется ответить. За этот период пребывания Марса в Овне есть большая вероятность освобождения Херсона, Мелитополя и других городов, которые пока временно находятся в оккупации. У меня много подписчиков оттуда, и мы все – единая Украина. Каждый украинец – это клетка организма нашей страны. И чтобы Украина победила и выгнала наглых варваров со своей земли, каждый из нас должен стать внутри целостным и центрированным. Каждый должен найти в себе силы и возможности помочь ближнему. Нужно ежедневно трудиться, каждый на своем месте, не ждать, а делать все, что можем, и абсолютно верить в нашу скорую победу. Ни малейших сомнений, только правда, вера и любовь к родной стране. Все вместе мы выстоим и обязательно победим. А теперь вернемся к гороскопу и рассмотрим, какие аспекты Марс делает к другим планетам за все время пребывания в знаке Зодиака Овен. Первым и одним из самых важных аспектов будет встреча Марса с Юпитером, который произойдет уже 29 мая. Период его влияния – плюс-минус 3-4 дня. Этот аспект может проявиться как экспансия и расширение в театре военных действий. Остреем кинжала должна управлять только справедливость. Именно об этом говорит характеристика 4-го градуса Овна, в котором происходит данное соединение двух огненных планет. То есть с 25 мая по 1 июня может произойти ряд очень важных событий. Они могут быть серьезным и успешным результатом совместной с зарубежными партнерами внешнеполитической деятельности. Следующим аспектом будет напряженное взаимодействие Марса с точкой Черной Луны. Будучи еще в соединении с Юпитером, Марс в ночь с 31 мая на 1 июня может проявить в ответ жесткую агрессию. Период влияния аспекта – плюс-минус 4 дня. Всему миру необходима в эти дни максимальная бдительность и сплоченность. Благоприятный аспект секстиль Марса Сатурном, конструктивный и стабильный, произойдет 28 июня. Выдержка и настойчивость в сочетании силой воли и энергии способствуют продуктивности этого периода. Он поможет заложить хорошую базис дальнейших успехов. Период благоприятен для заключения длительных соглашений, крупных сделок, установления прочных контактов с партнерами. Период влияния – плюс-минус 4 дня. А затем, 2 июля, произойдет достаточно напряженный аспект квадратуры от Марса к Плутону. Будьте также к нему готовы. Возможны вспышки агрессии и гнева, жесткой борьбы и конкуренции, различного рода трудности, финансовые разногласия, опасность при перемещениях и переездах. Необходимо в период действия такого аспекта с 30 июня до 3 июля проявлять особую осторожность, дипломатичность и здравый смысл. И это самые основные общие для всех аспекты, которые делает Марс к другим планетам, проходя по знаку Овен с 25 мая до 4 июля. А теперь давайте посмотрим, что может принести транзит Марса по знаку Овен для государства Украина. По примеру такого моего прогноза прогнозируйте себе сами. На движение Марса по своей натальной карте мы всегда должны обращать внимание. На дом гороскопа, по которому проходит эта активная планета, и на ее аспекты в течение этого определенного периода. В гороскопе Украины знак Овна большей своей частью находится во втором доме. То есть движение Марса будет проходить в основном по финансовой сфере нашей страны. Второй дом – это не только деньги, а и энергетические ресурсы государства. Они или есть, если аспекты Марса гармоничные, или их не хватает, если аспекты напряженные. И вот теперь объединяем характеристику влияния самой планеты и ее аспектов к планетам в гороскопе Украины и следим за ее движением. В период с 25 по 31 мая Марс делает гармоничные аспекты к Сатурну и Херону нашей страны. Эти аспекты говорят об упорных усилиях и хорошей организации, о повышении профессионального уровня, о сильной воле в стремлении к цели. Период благоприятен для заключения длительных соглашений, крупных сделок, установления прочных контактов с партнерами и для ответственных шагов. А дальше, в период с 5 по 20 июня Марс делает ряд напряженных аспектов к Урану 7 числа, к Черной Луне 12, к Нептуну 13 и к кармическим лунным узлам 19 июня. Это сложный период для реализации планов, возможно, непредвиденные события, нарушающие их. Аспект с Черной Луной может проявляться как очередное коварство, ложь, обман, вероломство, нарушение договоренностей. А с Нептуном возможна опасность от химического оружия, напряженная ситуация на море, а также трудности с топливом для заправки автотранспорта. А затем Марс входит в светлую полосу и в период с 22 июня и до 7 июля будет делать только благоприятные аспекты к нашим самым важным планетам в гороскопе Украины. К Луне 24, к Юпитеру и Меркурию 29 июня, к Венере 2 июля и к Солнцу в первый градус Девы Марс делает гармоничный тригон 6 июля, уже перейдя изовно в следующий знак Тельца. Это очень хорошие аспекты, говорящие о том, что все дела продвигаются и цели достигаются, успешны переговоры с зарубежными партнерами, экономика налаживается, восстанавливается инфраструктура в тех регионах, где это уже возможно. Это и возможный успех в военных действиях, приближающий нас к победе. И мы помним с вами, друзья, что Марсу в знаке Овна будет помогать самая большая планета Солнечной системы Юпитер. Он с 11 мая до 28 октября будет придавать особый вес энергетике Овна и будет направлять свои усилия на борьбу за правду и справедливость. В лучшем случае через людей добра Юпитер будет действовать смело и бесстрашно. Он будет помогать им во всех их благородных завоеваниях, в борьбе за истинную справедливость, проявляя честь и благородство, следуя законам человеческим и вселенским на пути к победе. Мои друзья, обязательно используйте транзит Марса по Овну и Венеры по Тельцу в своей жизни и деятельности. Для развития успеха своего бизнеса и, кто уже может, налаживайте свой быт и после 6 июня делайте покупки. Выбирайте для этого благоприятные дни по нашему астрологическому календарю. Знаю, что у многих из вас он есть, а если нет, ссылку на мобильное приложение календарю на 22-й год я оставлю. В нем есть на каждый месяц года рекомендации для вашего здоровья. Рассчитаны хорошие дни для посещения стоматолога, косметолога, парикмахера и, конечно, для покупок и деловой активности. Жизнь продолжается, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok До встречи на нашем канале!